МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В студии директора издательства СФУ Марина Анатольевна Лаптева. Марина Анатольевна, здравствуйте. Добрый день. Хочу начать, знаете, с такого штампа, который у меня в голове сохранился, что вот издательство СФУ, это, наверное, методички, серая бумага, плохонькие обложки, черно-белое такое. Теперь, глядя на то, что вы принесли с собой, оказывается, что это далеко и совсем не так. Начну с того, что я не готова говорить сразу, что вот это не так, потому что я... Методички тоже есть. Методички тоже есть. И даже вот, будучи в Санкт-Петербурге, в разного рода издательствах, я видела те, которые вот как раз издают то, что вы говорите. Серенькие, на серой бумаге и так далее. Но это скорее вопрос, знаете, профессиональных амбиций и финансирования. Наверное, вот так. Ну, на мой взгляд, издательство Вузовска – это вообще совершенно особенное такое место, потому что мы не мыслим себя вне университета, моего часть, мы выполняем ту миссию, которую на себя, там, себе определил университет, и мыслим себя как единое целое. Но, безусловно, мы должны обеспечивать учебный процесс. Учебниками, методическами. Такое первое важное, видимое отличие вашего издательства в том, что это часть, элемент образовательной программы или даже образовательной миссии, которую несет на себе университет. Ну, давайте вот в этом месте я уточню, потому что очень непросто сейчас. Это кажется так, ой, эти скучные методички и так далее. Но меняется жизнь, меняются требования к новым профессиям и так далее. И любой университет, особенно федеральный университет, они открывают все новые и новые программы образовательные. Ну, потому что университеты, на самом деле, конечно, находятся, как мне кажется, давно уже в конкурентной среде. Да. Потому что грамотный абитуриент, он вообще-то серьезно относится к своему образованию и жестко подходит к выбору. Да, потому что он думает о своем будущем, это нормально. Это правильно, это хорошо. Это хорошо. Есть, знаете, даже такой сборник, сколковский, будущих профессий. Ну, например, IT-проповедник. Это кто? Интересный вопрос. Есть методичка в СФУ про IT-проповедника? Пока нет. Но есть очень много вновь появившихся предметов, например, визуально, семиотика и дизайн. По ним нет никаких учебников, учебных пособий и так далее. И преподаватели должны, ну, очень много работы провернуть для того, чтобы это сделать. А давайте вот про это немножко подробнее поговорим. А откуда берутся тексты, материалы, вообще даже не идеи, а вот, собственно, тот контент, которым издательство ваше занимается? То есть вам же, наверное, не может, я не знаю, просто там какой-то человек принести вот вам пять рублей, вот издайте, пожалуйста, мою... Методичку. Не методичку, мою книгу. Мою книгу. Да, мою эссе или что-то так. Нет, вот знаете, от такого рода изданий, ну, мы можем отказаться. Потому как у нас любая книга проходит полный издательский цикл. Это суровые редакторы, которые отследят, чтобы все было нормально и со стилистикой, и с логикой, и со всем. Это корректоры, которые ничего не пропустят. Я, знаете, уважительно называю наших редакторов редакторским корпусом, не просто редактором. Хорошо звучит. Да, мне очень нравится, потому что они действительно высокопрофессиональные люди. Еще неравнодушные. Я к чему веду? К тому, что получается, что вот книга, которую вы издаете, просто это один элемент, один эпизод, один этап длинной последовательности, цепочки действий, да? То есть сначала есть задача образовательная, в большинстве, наверное, в своем... Запрос. Запрос. Потом авторский коллектив формирует контент. И вы с помощью, получается, структуры СФУ, да, в которой есть исследовательские элементы, группы, которые там, но не допустят чего, случайного, непроверенного, там, фальшивого, ложного, там, какого-то такого. Да, мы отвечаем за содержание того, что мы выпускаем. А вы занимаетесь только изданием литературы, которая используется СФУ в образовательном процессе или нет? Нет. Если говорить о нашей деятельности, то я бы ее так разбила на три больших блока. Один, безусловно, это то, что мы должны, обязаны делать это, сопровождать, обеспечивать учебный процесс очень качественной литературой. Второй, у нас же помимо образовательной деятельности, научная деятельность в университете очень активно ведется. И ученые результаты своих трудов публикуют в жанрах научных отчетов, монографий, сборников, конференций и так далее. Это еще одна область нашей деятельности, мы представляем результат научных исследований. Ну и третье, это, ну вот, то, что нам нравится, то, что нам интересно, то, что работает на будущее, на будущего нашего студента, на сохранение культурного наследия. Про культурное наследие. Вот у вас, это что, это, как правильно называется, этот предварительный материал для книги? Это верстка, это рабочие материалы, эскизы, я вижу рисунки, тексты, похоже на детскую книгу. Это вот рабочий процесс верстки детской книги, посвященный двухсотлетию Енисейской губернии, рассказывающий о том, как жили маленькие енисейцы. Рабочее название «Забота и забава маленьких енисейцев». Она, в принципе, предназначена как для образовательного процесса, так и для семейного чтения будет состоять из двух. Просветительская такая. Она просветительская, но там есть еще энциклопедическая часть будет, она из двух частей будет состоять, где доступным языком детям объясняется, что такое рубель, там, например, которым гладили белье. Ну, не гладили, даже слова, наверное, такого не было. Вот этот вот герой, которого вы сейчас видите, ну, я изучила огромное количество славянской литературы и нашла вот такого незаслуженно обиженного и забытого героя, который действительно был в славянской мифологии, и звали его Хохлик. Хохлик – помощник домового, но на вторых ролях. И вот, наконец, ему захотелось какой-то своей роли, и он организовал путешествие в прошлое. Я поймал себя на мысли, что я, как бы, слушаю вас и думаю, что это какая-то документальная история. Что действительно был вот такой персонаж, что он действительно чем-то... Ну, это же сказка? Это сказка, но ваше впечатление... У вас очень убедительная получилась. Вот что значит университетское издательство. У многих ваших проектов в последние годы есть, кроме, ну, печатного выражения, есть интерактивные приложения. И, наверное, это... Ну, это теперь... Теперь этим особо не удивишь, наверное, но это тоже далеко не всегда присутствует. Как это работает? Для чего это вы делаете? Мы начали это делать по множеству причин. Во-первых, вы знаете, что с детской литературой у нас нет проблем в России, да? Издательство, самокаты, очень многие другие очень активно издают детскую... Очень много, да. Очень много. И детская печатная книга не умрет, несмотря на все разговоры, мы это знаем точно, потому что это тактильность, это многие еще факторы, о которых можно долго говорить. Но, как знаете, мало читают, это да, но много смотрят. И на наш взгляд детская книга сейчас, когда ребенок уже, не знаю, с полуторалетнего возраста умеет пользоваться гаджетами, должна содержать такой визуальный занимательный эффект. Поэтому в детских книгах мы стали применять технологии дополненной реальности, упаковывать в мобильные приложения игры, которые закрепляют те знания, которые они получали. Более того, мы сейчас думаем над тем, как бы сделать такие учебники с использованием инфографики, технологии дополненной реальности. А вот эти разработки, дополненная реальность, мобильные приложения, это тоже разработки вашего издательства или вы привлекаете специалистов, возможно, СФУ или еще откуда-то? Вы знаете, в чем большой плюс вузовского издательства? В том, что мы не одиноки. У нас очень много институтов, лабораторий. Вот, например, разработкой мобильных приложений занимается DH Lab, Digital Humanities, лаборатория цифровых гуманитарных наук. Ребята помогают нам с этим. Это же и для них, на самом деле, и практика, да, это, ну, такой, не знаю, элемент учебного процесса. Да, ну, вот один мой дипломник, бакалавр, который будет сейчас защищаться, как раз он анимирует Хохлика, то есть это сюжет его дипломной работы. Он изучил тщательно вопрос, теперь сделал совершенно потрясающе, думаю, может быть, мы когда-нибудь увидимся, когда книга будет закончена, и мы вам покажем, как это выглядит. Ну, а когда вы планируете завершить работу над ней? В конце мая. Совсем скоро? Совсем скоро, она у нас на завершающем этапе уже. Но это не первый ваш такой проект, в котором есть интерактивные элементы с дополненной реальностью? Нет, есть еще сказка про книжку и книжного мишку, тоже изданная у нас, тоже с технологией дополненной реальности. И при наведении камеры сюда, скачав приложение, вы увидите, как герои этой книжки выходят из здания нашего издательства. Сюжет наш, иллюстрации тоже, иллюстрировала книгу Маша Романюк, она работает в нашей научной библиотеке. Слушайте, ну, мы, конечно, последние там уже много лет избалованы, мне кажется, в хорошем смысле слова, детской литературой. Очень много интересных изданий, и это выглядит вот как раз из вот этой череды, из огромного вот этого числа современных, красивых, интересных, в каком-то смысле, наверное, даже модных. Ну да, с той лишь разницей, что она снабжила. Но это не похоже на методичку, я должен сказать, да. Почему вы занимаетесь литературой для детей? А потому что это самые мудрые люди на свете. Дети. Но ведь в СФУ они попадают там в 17 лет, ну, некоторые выдающиеся чуть раньше. А вот как бы так не растерять, понимаете? Я, помимо того, что директор там издательства, я еще преподаватель с очень, ну, большим стажем. И год от года, вот смотрите, раньше мне было неловко признаться, что я чего-то не прочитала там, да? А сейчас этим начинают бравировать. Я не читаю книжек. И это как-то, это даже уже становится незащитной реакцией, это становится позицией. А я, как любой нормальный человек, в меру эгоистичный, я начинаю страдать от того, что, например, на лекции я не могу свободно пошутить, процитировав фразу из фильма, хорошей книги. Потому что у многих людей нет бэкграунда, и они не смогут соотнести это с, там, примерами из литературы, например. Это вопрос коммуникации, на самом деле. Это вопрос коммуникации, согласен. А потом все наши цитаты, все наши отсылки к различного рода книгам, они же такая, знаете, концентрация мысли. Не надо долго объяснять. Если надо объяснять, то не надо объяснять, да? Это такой посыл, который вот вы услышали, и он у вас в голове в огромный текст уже развернулся. И вот таких вот сюжетов становится все меньше и меньше. Мне грустно от этого. Вот это же и есть культурное наследие. Да. Это и есть культурное наследие, когда, упомянув цитату какую-то, на самом деле люди понимают друг другу, что речь идет о каком-то там авторе, фильме, тексте, большом, историческом, там, современном, неважно. Но это такой контекст, в котором мы существуем. И он, конечно, хотим мы того или не хотим, он связан и с историей в том числе, может быть, даже в первую очередь. Да. Да, и вот насколько глубокий этот контент, насколько он там многослойный, или он плоский, или он плоский и ограничивается там, я не знаю, вот. Вот вы знаете, один ребеночек один на музейной мастерской, которую я там когда-то проводила, задумчиво мне кто-то сказал, я абсолютно уверен, что есть несколько жизней. Значит, в следующей жизни ты будешь развиваться ровно с того места, в котором ты прекратил свое существование. Я знаю, где он это подчеркнул? Ну, дети же, они не приемлют понятия смерти. Да, это напряженная зона, и они пытаются ее себе, по-своему как-то интерпретировать. И вот он говорит, ну, если я ничего не буду знать, ничего не буду читать, ничего не буду уметь, я в следующей жизни вот так вот таким дураком, извините, и рожусь, опять все сначала надо будет начинать. То есть удивительно просто, поразительный сюжет. Вот вы спрашивали про детские книжки, мы же их не для студентов делаем, да? А вот для того, чтобы они выходили в свет и каким-то образом организовывали вот коммуникацию родителей, ребенок, но на интеллектуальной какой-то платформе, а не просто давай поговорим. И тут же, может быть, даже не важно, что это вот вы заботитесь о том, чтобы вот через там 10 лет к вам пришли вот такие подготовленные абитуриенты. Нет, наверное, такой прямой задачи? Ну, знаете, я, конечно, могу об этом говорить, но я не смотрю так далеко. То есть вот это вот все предназначено для тех, кто сейчас вот в этом возрасте, здесь и сейчас. Мы говорим о том, что получается на самом деле, что вы не просто издаете книгу, а вы создаете на самом деле некие там социальные проекты. Да. Да, в которых есть исследования, в которых есть издательства, и в которых есть работа с этим контентом. Вот в аудитории, которая выходит, очевидно, выходит за рамки университетской аудитории как таковой, да, вот в первом ее приближении. Ну, вот в чем, опять же, возвращаясь к этому вопросу, особенность вузовского издательства в том, что оно социально активно. То есть если коммерческое издательство ищет тех авторов, которые будут продаваться, то у нас вот такой цели нет. Вот я один сюжет, с вашего позволения, приведу. Вот есть такая книжка. Это книга потолще уже, да? Да, это потолще, но ее нам помогали издавать издательство «Поликор», а вся редакционная подготовка – это наша. Мы в Енисейском краеведческом музее обнаружили рукописи господина Мендаровского, который общественный деятель Енисейска, там, прошлых XIX века. Чернила уже вообще стали не видны, мы понимаем, что это может пропасть. Мы оцифровали, отредактировали и издали совершенно уникальную книгу, да, не хрестоматийную, потому что господин Мендаровский был очень особенный человек. Он достаточно скептический, смотрел на все происходящее вокруг своими глазами и нам это преподнес. Она спорная, может быть, в каких-то местах по содержанию. Но это элемент культурного наследия. Это культурное наследие. Культурное наследие. Да. Мы стараемся спасать то, что находится под угрозой исчезновения. Вот, например, сейчас там же в Енисейске… Такую деятельность невозможно вести, ну, как сказать, опираясь на какие-то коммерческие инструменты. Невозможно. Здесь, конечно, это может делать только то издательство, которое, ну, в этом плане, ну, свободнее, да. И ваша цель – там, сохранить, а не заработать на… Чтобы заработать на этом, я не знаю, там надо какую-то кровавую историю, драму туда, любовный треугольник, что-то такое. Это будет уже искажение. Кто, если не мы? Понимаете, если мы не можем говорить сейчас… Кто, если не мы – это хорошая фраза, да. Да, о коммерческих каких-то… Немногие могут позволить себе ее сказать. Правда? Конечно. Кто, если не мы? Ну, это здорово. Я очень сфоризирую. Да, она у меня вырвалась совершенно спонтанно. Слушайте, мне подсказывают, что вы занимаетесь еще и буккроссингом. Потому что обычно это выглядит, на мой взгляд, это точно хорошо, это благородно, это здорово. Но обычно это выглядит, когда, как сказать, почти выкидывают то, что не нужно. Вот. Расскажите о своем опыте буккроссинга. Мы недавно его открыли. Вообще, их существует огромное количество, буккроссингов, но… Ребук. Мы не одиноки были в его открытии. Мы подружились со всеми… ну, с какими-то библиотеками, у которых тоже возникает периодически вот такой вот фонд, который надо куда-то девать. Не списывать… ну, вот, там, не знаю, выбросить книгу… Нет, рука не поднимается. Тем более у библиотечного работника, мне кажется, невозможно. Мы из своих собственных библиотек приносим то, что мы издаем, то, что отдают библиотеке. У нас еще не очень получается. Знаете, буккроссинг, если… ну, в значение слова углубиться, это значит, книга путешествует, там, фиксируешь, где она побывала и так далее. У нас еще в нашей культуре нет такого «я взял, надо что-то принести». Ну, во всяком случае, мы это начали. И видим, что он не пустует. Мы потихонечку людей к этому приучаем. Это хорошая задача. Дело даже не то, что благородное. Она, мне кажется, красиво выглядит. Ну, такая очень современная такая, когда вот фонд, когда необязательно там иметь в собственности что-то, да, когда люди обмениваются, это такой современный инструмент на самом деле. Слушайте, ну и, наверное, в завершении, знаете, что хочу даже не то, что задать вопрос, скорее поговорить. Для чего это все? К чему это все ведет? Какая… ну, вот вы издали книгу. Практическая… это зачем? Это кому нужно? Кто это… вот на что вы надеетесь? Что люди начнут, как сказать, вести себя более литературно? Чувствуете вы на себе такую, ну, не то чтобы ответственность, но вот как-то влияние свое? Я не хочу в этом вот месте уходить от слова «миссия». Потому что я не знаю, как это будет дальше. Но кто-то должен это делать. И я верю в то, что все-таки вот наши детские книги и так далее, они будут приучать ребятишек к тому, чтобы читать. Я возвращаюсь к тому, что это вопрос коммуникации. Она у нас проваливается, потому что мы не приучены читать. И мы перестаем понимать друг друга. Более того, знаете еще, что заметила? Когда люди мало читают, у них сознание становится совершенно дискретным. Они не способны анализировать, собирать информацию, ее там сравнивать, выдавать на ее свое, связывать. Я вижу это по студентам, но это меня очень огорчает. Я надеюсь и на то, что если люди будут читать, они не разучатся говорить. С этим большая проблема. Мне кажется, вот это же называется теорией малых дел. Это называется начни с себя. Это называется экологичное поведение. Когда ты делаешь то, что можешь, потому что кто-то это должен делать. И вот эта хрестоматийная, хрестоматийная литературная фраза «Кто, если не мы?». Большое спасибо вам за этот разговор. Я вам в вашем развитии желаю удачи. У нас в гостях был директор издательства СФУ Марина Анатольевна Лаптева. Я, Максим Гуревич, желаю вам удачи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok